Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Последние несколько эпизодов мы учим о том, как получить чудо. Знали ли вы, что вы можете решить, получить ли чудо? Потому что не Бог это решает. Слово показывает нам принципы и шаги, которые нужно предпринять. И если мы сделаем то, что говорит Слово, мы получим то, что Слово предлагает. Я вам скажу, Бог не пытается удержать чудо от кого-либо. И каждому, дитя вы Божье или нет, когда-то понадобится чудо. А из Слова мы можем узнать о том, какую роль мы играем в получении чуда. Так часто религия и неправильные учения внушают, что от Бога зависит, получим мы чудо или нет. Да, чудеса совершаются Его силой, но Он не пытается удержать эту силу. Он стремится принести эту силу в абсолютно каждую нужду. Он хочет, чтобы у нас были чудеса, в которых мы нуждаемся. И нам нужно научиться сотрудничать с Ним. Потому что каждый раз, когда мы читаем в Слове о том, как кто-то получил чудо, Бог давал этому человеку что-то, чему повиноваться. Он говорил ему что-то сделать. Иисус в Своем земном служении говорил людям, получавшим чудеса исцеления, что-то сделать, чему-то повиноваться. И когда они это делали, сила выходила навстречу их повиновению. Повинуясь Богу, высвобождая свою веру, мы открываем Богу дверь, чтобы Он мог действовать. Не повинуясь Богу, мы закрываем дверь для Божьей силы, и она не может войти в нашу нужду. Так что важно понять, что есть роль, которую нам нужно сыграть. Сегодняшнюю проповедь я назвала «Приди за своим чудом». Придите за ним. Иногда люди не получают что-то просто потому, что не приходят со своей верой. Давайте прочитаем из 2 главы Иоанна. Мы читали это местописание в предыдущих эпизодах и прочитаем еще раз. Иоанна 2 глава с 1 по 5 стих. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, Жена, еще не пришел час Мой». Матерь Его сказала служителям, «Все, что скажет Он вам, сделайте». В этой фразе Мария излагает принципы получения чуда. «Все, что скажет Он вам, сделайте». Логично это или нет, удобно это или нет, нравится вам это или нет. «Предпочитаете вы это или нет?» «Все, что скажет Он вам, сделайте». Когда мы нуждаемся в чуде, Бог дает нам что-то, чему повиноваться, потому что наше повиновение впускает Его в нашу ситуацию. Почему? Потому что Бог не такой, как дьявол. Он не навязывается, не заставляет, не погоняет людей. Он приходит только по приглашению. И наша вера, повинующаяся Его словам, это приглашение для Него. Вера приглашает Его войти. А повиновение и есть вера, приглашающая Его войти. Итак, Бог дает нам что-то, чему повиноваться. Нашей церкви уже около 30 лет. И много лет назад к нам пришел один человек, у которого было какое-то иммунное заболевание. Его иммунитет отказал, и в результате у него был рак и туберкулез. Над ним навис смертный приговор. Ему оставались считанные дни. Он питался через зонд. Он не мог есть никакую еду, не мог пить никакие жидкости. Он был в инвалидной коляске. Он был полностью недееспособен. Его родственники были в нашей церкви. И сам он, коротко, был в ней за много лет до того. А вернулся уже в таком состоянии. И вот, родственники привезли Его на воскресное служение. Мой муж возложил на него руки и служил ему силой исцеления. Мой муж знал, что помазание исцеления вошло в этого мужчину. Он осязаемо это почувствовал. И мой муж знал Духом Божьим, что сила исцеления действовала. Послушайте, когда кто-то возлагает на вас руки или молится за вас и высвобождает веру, исцеление всегда начинается. Чудо всегда начинается. Мгновенное оно или нет, не важно. Оно всегда начинается. Итак, мой муж распознал, что в этого мужчину вошла сила. И в то время у нас по пятницам вечером происходили служения чудес. И мой муж сказал ему Духом Божьим. То есть Бог сказал моему мужу дать этому мужчине такое указание. Мой муж не сам это придумал. Бог велел ему сказать этому мужчине, придите в эту пятницу на служение чудес и засвидетельствуйте о своем исцелении. Это был акт послушания, который ему надо было исполнить. Итак, мой муж молился за него в воскресенье. В понедельник утром родственники позвонили и сказали, что медсестра убрала зонд. Он ест впервые за несколько месяцев. Он пьет впервые за несколько месяцев. Его отключили от кислородного аппарата, потому что тот ему больше не нужен. Он встал из инвалидного кресла и ходит. То есть делает невозможное. Что это значило? Чудо началось. Оно действовало в нем. И вот тут многие люди заблуждаются, думая, что все чудеса мгновенны. Сразу полное восстановление сил, и все симптомы тут же уходят. Такое может произойти, но не ограничивайте Бога. Если вам просто стало лучше, радуйтесь этим улучшением, потому что пока вы продолжаете радоваться, сила продолжает работать. Итак, менее суток спустя состояние этого человека совершенно изменилось. И он сказал своей семье. Доктор Дюфрейн сказал, что мне нужно прийти на служение чудес в пятницу вечером и засвидетельствовать о том, что Бог делает. Видите, Бог никогда не дает нам какие-то трудные задания. Это не трудно. Это не трудно. Но родственники этого человека, которые не питались через зонт, не были подключены к кислородному аппарату, не были прикованы к коляске, сказали ему, «Ну, знаешь, врач, медицинский доктор, сказал, что выйдя на улицу, ты можешь подхватить воспаление легких». И они отговорили его от посещения служения, испугав его пневмонии. У меня вопрос. Если у вас рак последней стадии и туберкулез, что вам до пневмонии? Он не пришел в пятницу. Почему? Он не послушался. Помните, что Мария сказала служителям, «Все, что скажет Он вам, сделайте». Не делайте это наполовину. Не останавливайтесь после недолгих попыток. Делайте это и не переставайте. Какой акт послушания Бог дал этому человеку? «Приди в пятницу вечером и расскажи людям, что Бог совершил для тебя». Он этого не сделал. Неделю спустя я проводила его похороны. Так не должно было быть. Я могла бы услышать его свидетельство, но он не пришел. Из-за доброжелательных близких. Они хотели ему добра, но они неправильно мыслили. То, что кто-то вас любит, еще не значит, что он прав. И я не принижаю ваших близких. Я лишь говорю, когда Бог говорит вам что-то, все, что Он говорит вам, сделайте. Аминь. Как часто христиане упускают свое чудо по одной причине? Они за ним не приходят. Не приходят. Вы помните военного по имени Нейман в Ветхом Завете? Эта история записана в пятой главе четвертой книги царств. Чтобы сэкономить время, я вам ее просто расскажу. Нейман был военачальником, высокоуважаемым и почитаемым в своем народе. Он не был евреем. И он был прокаженным. Маленькая еврейская девочка, захваченная в плен его армии, была у него служанкой. И она сказала, «Если бы только ты пошел на мою родину, там есть пророк, и ты мог бы исцелиться через его служение». Вкратце, Нейман идет к пророку с целым антуражем, потому что он важный человек. Он подходит к дому пророка. Пророк знает, что он там. И даже не выходит из дома, чтобы поприветствовать его. Он передает Нейману указание, «Пойди, омойся семь раз в реке Иордан». К Нейману выходит слуга из дома Елисея и говорит ему окунуться в реку, в Израильскую реку. Нейману это не понравилось. И он сказал, «Я был уверен, что муж Божий выйдет, возложит руку на проказу и помолится. А пророк не сделал ничего из того, что Нейман указал Богу сделать». Другими словами, Бог не следует нашим указаниям. Ваше чудо не придет от того, что вы дали Богу указание. Ваше чудо придет от того, что Он дал вам указание. Аминь. Итак, Нейман, по сути, сказал, «Я этого делать не буду». «Я не пойду в этот грязный Иордан и не стану семь раз окунаться». И один из его слуг был так добр к нему, что сказал, «Если бы что-то сложное попросил у тебя пророк, ты бы это сделал, потому что ты человек чести, но он не попросил у тебя ничего сложного. Он попросил тебя сделать что-то легкое, так тем более нужно сделать что-то легкое». И он сделал это и вышел очищенным. Если бы его не окружали люди, ободрявшие его сделать то, что сказал муж Божий, он потерял бы свое чудо. Заметьте, Нейман был оскорблен. Во-первых, тем, что не получил личного внимания от пророка. Ему не понравилось, что пророк отправил к нему слугу. Избавьтесь от гордости, если вы хотите чудо. Нельзя упираться. Это вопрос моей гордости. Не смеете так со мной поступать. Выбросьте все личные обиды на то, что вам служат не так, как вам бы хотелось. Итак, Неймана оскорбила отсутствие личного внимания. Еще его оскорбило местоположение. Зачем мне окунаться в Иордане? В моей стране реки лучше. Не важно, что есть реки получше. Возможно, есть реки получше, но нужно идти туда, куда Бог сказал вам идти. Ну, мне нравится эта церковь, я буду в нее ходить. А туда ли Бог сказал вам ходить? Ну, в этой реке такая же вода, как в той реке. Да, но туда ли Бог сказал вам ходить? Там проповедуют Библию точно так же, как и в той церкви. Но туда ли Бог сказал вам ходить? Просто делайте то, что Он сказал. Ваше чудо связано с тем, что Он сказал, а не с тем, что вы советуете Богу сделать. Мы пытаемся помочь Богу, а Он не нуждается в нашей помощи. Мы нуждаемся в Его помощи. Аминь. Итак, Неймана оскорбила отсутствие личного внимания. Его оскорбило, что его отправили в недостойное, на его взгляд, место. И в-третьих, его оскорбила простота указаний. Это было недостаточно возвышенно для него. Слава Богу, Он дает нам что-то простое для повиновения. Иисус сделал тяжелую часть. Иисус заплатил цену за грех, болезнь, нищету. Он заплатил цену за наше умственное благополучие. Он заплатил цену за нашу победу. И все, что Он просит от нас, легко. Легко. Ну, я не думаю, что это легко. Это просто потому, что вы так решили. Бог так сильно хочет, чтобы мы получили Его помощь, что дает нам только легкую часть, а тяжелую часть Он дал Иисусу. Нейман чуть не упустил свое чудо, отказавшись прийти за Ним туда, куда нужно. Теперь давайте взглянем на Авраама. Бог дал ему сына. То, что у него вообще был сын, было чудом. И Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты принес этого сына мне в жертву. Пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И Авраам пошел. Он шел несколько дней, чтобы прийти в это место. На пути были другие горы, но он не сказал, «Ну, эта гора ближе к дому, почему бы мне просто не взойти на нее?» Или, «Тут неподалеку родственники живут. Почему бы мне не взойти на эту гору?» Он шел на гору, на которую Бог сказал пойти. Почему? Потому что, когда он добрался туда и был готов принести в жертву сына, ангел Господень проговорил, «Не убивай его». Бог смотрел, повинуется ли он, и увидел. Не нужно было доводить это до конца, чтобы узнать намерение Авраама. Бог знал его намерение, благодаря его послушанию. И Бог сказал, «Тебе не нужно это делать, потому что это был прообраз того, что Бог отдаст своего сына». Чтобы Аврааму не нужно было отдавать своего сына, Бог собирался отдать своего сына. Ангел, который был на той горе, сказал, «Не убивай его». И повернувшись, Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он взял барана и принес его в жертву всесожжения. Что, если бы Авраам решил пойти, на какую попала гору? Там не было бы ни ангела, ни барана, застрявшего в зарослях. Его сын умер бы, если бы он пошел на неправильную гору. Наше повиновение важно. Оно влияет на жизнь других людей. Другие люди ощутят последствия вашего повиновения. И другие люди, близкие, родственники, также ощутят последствия вашего непослушания. Аминь. Как насчет такого примера? Избавив народ свой из Египта, Бог сказал, «У меня есть для вас земля, земля обетованная, земля, в которой течет молоко и мед». И они отправили соглядатаев осмотреть землю. И десять соглядатаев вернулись с худой молвой. Они сказали, «В этой земле исполины. Мы были саранчо и в своих, и в их глазах. Мы ничего не сможем сделать». Но Халеф и Иисус Навин сказали, «Сможем. Пойдем прямо сейчас и завладеем землей». Но все согласились с донесением неверующих и никуда не пошли. И сорок лет они не обитали в собственной земле, хотя могли бы. А все по одной причине. Они не пошли. Не пошли. Если бы они только пришли. Если бы они только пришли. Знаете, чудо получить легко. Нужно просто прийти. Где Бог говорит вам быть? Что Бог говорит вам сделать? Придите и сделайте. Аминь. Десять прокаженных увидели Иисуса издали и воззвали. «Иисус, наставник, помилуй нас». Им не позволено было находиться среди людей, так что Иисус на расстоянии сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». Почему? Потому что священник ставил диагноз, есть ли у человека проказа или нет. Нужно было получить разрешение от священника, чтобы вернуться в общество. Итак, Иисус сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И Библия говорит, «Когда они шли, очистились». Заметьте, они исполняли то, что Он сказал. Все, что Он сказал. Видите ли, чтобы прийти к священнику, им нужно было войти в общество. Пойти туда, где люди. Потому что храм находился не в пустоши, а посреди общества. Они решили, «Ну, Он сказал это сделать, все, что Он сказал, давайте просто сделаем». И поскольку они повиновались Ему, слово говорит, они очистились. То есть, процесс проказа остановился. Один из них, самарянин, даже не еврей, увидев, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Он вернулся туда, где был Иисус, пал ниц к ногам Его и поклонился Ему. И Иисус сказал, «Где же девять?» «Десять очистились, где же девять?» То есть, Иисус ожидает от нас надлежащей благодарности. Он ожидает, что мы вернемся и будем благодарны. Хвала и поклонение Богу – это выражение благодарности. Это должно быть нашим образом жизни, потому что нам следует жить в благодарности. Итак, Иисус сказал, «Где же девять?» «Как они не вернулись, кроме этого иноплеменника?» И затем Он сказал вернувшемуся, «Вера твоя сделала тебя целым». Видите, девять очистились, а этот стал целым. Что это значит? Части тела были возвращены, те, что съела проказа. У других просто остановился процесс проказы, а этот сделался целым. Части тела были возвращены. Итак, Иисус сказал, «Вера твоя сделала тебя целым». Что же сделал этот человек? Он поклонился. Поклонение – это вера. Прославление Бога – это акт веры. Это высочайший поток веры. Почему же Иисус был настолько расстроен, что остальные девять не вернулись? Один раз они пришли, так? И получили указание от Него, которые принесли им исцеление. Но этот пришел дважды, и он получил больше. Позвольте вам сказать, не приходите в церковь только однажды. Каждый раз, когда вы приходите, у Бога есть что-то большее. Каждый раз, когда вы приходите. Почему некоторые браки и семьи в такой неразберихе? Они недостаточно приходят. Они недостаточно появляются в своей церкви. Они недостаточно приходят к своему пастору. Они даже не осознают, что поместная церковь значит в их жизни. Это место, где Бог назначает вам встречу через пастора. Найдите церковь, которая учит Слову Божьему. И приходите. Человек, пришедший во второй раз, получил больше. А все эти прокаженные были приятелями. Они жили вместе. И интересно, что сказали девять в следующий раз, когда встретили тобой одного. Что случилось с тобой? У тебя снова есть все пальцы. Твое лицо на месте. Что случилось с тобой? Я пришел еще раз. Невозможно получить все, что у Бога есть для вас, придя только один раз. Невозможно. Нужно приходить и приходить и приходить. Приходить в церковь. Приходить молиться. Приходить питаться Словом. Приходить исповедовать Слово. Не переставайте приходить. Потому что у Бога столько богатств, что одному дню их не вместить. Библия говорит, что Он ежедневно нагружает нас благами. Почему? Потому что один день не способен вместить все блага. Так что каждый день есть новые блага. Этот человек пришел поклониться и получил больше и больше и больше. Поэтому не нужно приходить в церковь лишь раз, чтобы получить свое исцеление и больше там не появляться. Вы чего-то лишитесь. Послушайте. Спасибо Богу за исцеление. Но лучше всего развивать свою духовную жизнь. Взращивать и развивать свою веру. Чтобы характер Христа начал в вас преобладать. А это происходит, когда вы приходите и приходите и приходите. И никогда не устаете приходить. Потому что, знаете, для чуда нужно, чтобы я пришел. Аминь. Как насчет женщины с кровотечением? Знаете, почему она исцелилась? Она пришла. Она пришла. 12 лет она истекала кровью. Библия говорит, что она пострадала от многих врачей. Не только ее болезнь приносила ей страдания, но и разные медицинские процедуры. Проблемы не в медицине. Врачи пытались ей помочь. Но от человеческой помощи ей становилось только хуже. Это не значит, что медицина плоха. Просто есть то, что может сделать только Бог. Заметьте, во время своего земного служения Иисус не ходил от двери к двери и не говорил, «Тук-тук, здесь кому-то нужно исцеление?» «Тук-тук, здесь кому-то нужно исцеление?» «Тук-тук». Нет. Всем больным нужно было встать, выйти из дома и прийти туда, где он был. Этой женщине, которая была так слаба, было бы легче остаться дома, остаться в постели. Но она пришла. Она встала, оделась, вышла из дома. Ей нужно было найти Иисуса. Неизвестно, как далеко он находился от ее дома. И когда она нашла его, его окружала толпа. И ей пришлось пробиваться сквозь толпу. Она пришла. За чудом нужно прийти. И важно, как вы приходите. Можно прийти на церковное служение сердитым. Можно прийти на церковное служение, ничего не ожидая. Можно смотреть эту передачу, даже не захватив с собой веру. И это вам ничего не даст. Как нужно приходить? Нужно приходить с ожиданием, приходить с ожиданием, приходить с жаждой. Жаждой по Богу, жаждой Слова, жаждой перемен, не желая остаться прежним, но жаждая перемен. Послушайте, нам вредит не то, что мы делаем правильно. Нам вредит то, что мы делаем не так. И нам нужно это изменить. А приходя в церковь, мы из Слова узнаем, в чем нам нужно измениться. Читая Слово, мы узнаем, в чем нам нужно измениться. Идите к этим переменам. Меняйтесь. Аминь. У Бога есть для нас помощь и чудеса, но нам нужно прийти. То есть, нам нужно быть инициаторами. Часто люди ждут, чтобы Бог инициировал их чудо. Я говорю, вам нужно инициировать свое чудо. Женщина с кровотечением не сидела дома и не говорила, ну, если Иисус хочет меня исцелить, Он придет ко мне домой. Он этого не сделал. Больным нужно было показать свою жажду. Выйти из своей трудной ситуации. Они были претерпеть неудобства. Встать и прийти к Нему. Прийти, ожидая что-то. Ведь многие приходили к Иисусу и ходили за Ним повсюду, ничего не получая. Многие религиозные лидеры ходили за Ним, но ничего не получали. Почему? Потому что они не ожидали. Так что приходите, ожидая что-то. Дорогие зрители, мы со всеми присутствующими ожидаем вместе с вами то чудо, в котором вы нуждаетесь. Мы высвобождаем свою веру для вас и говорим, дьявол, убери свои руки от их жизни во имя Иисуса. Слово говорит, что все, что мы свяжем, будет связано. Все, что мы высвободим, будет высвобождено. Так что мы связываем врага в вашей жизни. Мы связываем врага в вашем уме, в вашем теле, в ваших финансах, в вашем браке, в вашей семье, в вашем бизнесе. И мы высвобождаем силу Божью. Мы высвобождаем силу Божью, чудотворную силу Божью. И мы говорим вашему телу быть здоровым от головы до пят. Мы говорим вашему уму быть здоровым, ясным и трезвым. Мы говорим вашей семье восстановиться. Все, что вам нужно сделать, это сказать, я принимаю это. Я принимаю это, Иисус. И я ожидаю, что твоя сила, действующая во мне, совершит чудо. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя.